Ребятки, сегодня мы разберем с вами такое понятие, как ятрогения. Это когда медицинский работник совершенно неосознанным образом вам вредит. Но вот тут вот по поводу осознанным или неосознанным большой вопрос. Как это доказать? Он осознавал и намеренно привносил этот вред, или же это у него получилось совершенно случайно, он вообще не пытался никак вам навредить. Вот тут вот такая тонкая очень грань. Хорошо, давайте посмотрим, как это обычно у нас с вами выглядит. Вы сразу вспомните кучу каких-то интересных вещей. Например, когда врач сообщает пациенту о том, что у него вообще все хорошо, все в порядке, не стоит беспокоиться. А у пациента онкология. И врач не обратил внимание на какие-то показатели, было ему как-то лень, все. Он отправил пациента домой, пациент радостно живет, теряя драгоценное время. Вместо того, чтобы проходить терапию, химиотерапию, пациент уехал отдыхать, все, забыл про то, что у него могут быть какие-то проблемы, и в результате чего умер. Или пришел уже на той стадии рака, когда было поздно его спасать. Вот, пожалуйста, яркий пример етрегении. Или же, напротив, пациент, который совершенно ничем таким особо страшным не страдает. Врач ему говорит, вы знаете, вот все очень страшно, все очень печально, вы держитесь, терпите. Вероятно, жить будете недолго. Ну, может быть, год, может быть, чуть полгода. Я не могу вам гарантировать. Все. А на самом деле ничего смертельного не было. Клиент не выдерживает, пациент не выдерживает, идет и бросается с 20 этажа. То есть закончил жизнь самоубийством. Вот такие вот вещи. Вот это яркий пример той самой етрегении, когда врач целенаправленно, неизвестно, бессознательно, сознательно навредил своему пациенту. И вот, девочки, расскажите мне все ваши случаи, потому что очень часто жалуются именно женщины на своих врачей-гинекологов. Вот я могу вспомнить кучу случаев, где я могу пожаловаться на врача-гинеколога. Вы, пожалуйста, мне тоже сейчас напишите, какие такие моменты, с чем таким вы столкнулись, что вы не можете простить вот эту врачебную ошибку, вот эту халатность своему врачу-акушеру-гинекологу. Ну, например, что это бывает очень часто? Ну, как минимум, отвратный некрасивый шов. Я помню, вот у нас на отделении девочка родила женщина, и она говорит, посмотри, Вероника, как меня зашили после кесарева. И вот ее зашили, как будто бы она труп. Вот трупы зашивают лучше. То есть это собак зашивают лучше вот такими какими-то жуткими стишками, совершенно наплевательским образом. Или как-то перетянет врач, или, я не знаю, не вытащит какую-то там вот эту дренажную трубочку, или еще наплевательское такое отношение к женщине. Или, например, моя бабушка жаловалась на то, что акушерка на нее разозлилась и как-то ей швырнула ногу во время родов, и у нее каким-то образом там порвались какие-то связки. Дальше что они могут творить? Ну, вовремя не обратить внимание на то, что роженица рожает. Вовремя не сделать кесарева, заставить роженицу рожать, и в итоге получается детский церебральный паралич. Она как-то выдернет за голову, как-то выдавит, сделает что-то такое, что в дальнейшем женщина живет всю жизнь с инвалидизированным ребенком только потому, что вот это врач-акушер-гинеколог вот таким халатным образом провела всю эту манипуляцию. Или же, например, очень боятся девочки что-то не то поперек сказать своему врачу, понимая, что это может закончиться чем-то не очень хорошим. Она может ей как-то вот отомстить бессознательно, отомстить. Я просто вспоминаю сразу какое-то дикое количество своих знакомых и вот эти все рассказы, в том числе, да, и те, кому сегодня приходится воспитывать больных детей, что вот эти роды, которые прошли, да, вот таким вот каким-то жутким образом совершенно, что никто не обращал внимания на нее, она там длительное время была одна, все ушли праздновать этот Новый год, да, и вот такое вот халатное совершенно отношение, или как там забывают ватные какие-то диски, забывают инструменты и прочее. Ну вот это вот из такой широкой медицины, я вам сказала, то, как выглядит эта гетерогения, после чего. Или фельдшер, который приехал, да, по скорой, то есть он может как-то, например, неправильным образом транспортировать пациента, или везти ему какой-то не тот препарат, он может ему вот таким вот странным образом навредить, все, и он уже везет не пациента в больницу, а труп уже везет, только потому, что он как-то его схватил, это ребро прокололо ему легкие, все это начало хлистать, свистеть, и пациент скончался. Так, или назначение ошибочных препаратов, да, назначил какие-то непонятные препараты, зачем все это непонятно, и пациент очень сильно пострадал от этого всего. Хорошо, давайте теперь тихонечко перейдем на это понятие в сфере уже психотерапии. Как может вредить психотерапевт, как может навредить психолог в данном случае? Что он такое может делать? Самые страшные и неприятные вещи, которые делают мои коллеги, это внушения. Вот какие-то такие жуткие внушения. Ну, например, сразу я вам уже рассказывала, вспоминаю своего психолога, который его очень любила, и в какой-то момент он влюбился в какую-то бобенку и стал очень агрессивным. Ну, окей, это я могла ему еще простить. Но второй момент, он столкнулся с безденежьем из-за той самой бобенки, которая ему развалила все и весь его бизнес, между прочим. И он столкнулся с безденежьем, мы с ним встретились, и он стал делать мне внушения, что если я, как делают колдуньи внушения, если я не буду ходить к нему на терапию, если я не буду платить ему вот эту сумму, со мной произойдет что-то очень страшное и непоправимое. Ну, собственно, на этом держится религия, на этом держатся бабки-колдуньи. И вот есть часть недобросовестных психотерапевтов, которые этим грешат, так сказать, да, начинают внушать и запугивать, погружать клиента вот в такой очень дикий-дикий какой-то страх. Вот карты Таро, да, вот вижу, что у тебя впереди, ждет тебя. Ну, чтобы этого не произошло, давай я и так и быть, закопаем с тобой тухлые яйца, сделаем вот этот обряд посвящения какого-нибудь куда-нибудь во что-то такое. Ну, дальше пробежимся по самым элементарным штукам. Нельзя с клиентами заниматься сексом, а это частенько происходит. Ну, на самом деле происходит. Но тут у каждого момента я буду говорить вот такую штуку, что везде есть очень размытые границы, потому что дофига случаев, когда пациент становился, ну, например, пациент ходил к женщине на терапию, клиент ходил к женщине на терапию, они поженились и радостно живут у них трое детей. Понимаете, в чем дело? Можно ли это отнести к врачебной какой-то ошибке? Ну, у них же вроде как все хорошо, но был на каком-то этапе между ними секс. Понимаете, как интересно? Или, например, те же мои самые клиентки, которые многолетние мои клиентки, я в какой-то момент совершенно теряю к ним финансовый интерес, он уже не представляет для меня никакой финансовый интерес, я настолько их начинаю любить, она меня настолько начинает любить, что мы уже отходим от этой терапии, я просто ее люблю, и все. Она становится очень часто моей коллегой, да, мы с ней решаем, что она там выбирает эту специальность, идет тоже на психологу учиться, ей все это близко, и все, это уже как бы моя ученица, моя коллега, я ее люблю, мне не нужны уже ее деньги. Все, это потихоньку переросло в дружбу. То есть я хочу показать, что есть у этого какие-то обтекаемые вещи. Или, например, на терапии нельзя обсуждать какие-то неважные вещи, это тоже будет считаться ошибкой. Но с другой стороны, поскольку ко мне приходят люди с разного, вообще с разной точки мира, могу ли я задать вопрос у человека, живущего 5 лет в Японии, как обстоит дело сейчас у них с карантином в Токио? Могу? Непонятно, понимаете, будет ли это являться ошибкой в терапии, да? Вроде как какое-то нарушение границ. Ну, то есть есть очень такие скользкие вещи, которые, господи, даже элементарные, казалось бы, человеческие отношения. Ну, вот это нужно очень-очень тонко чувствовать, потому что все это может вредить. Ни в коем случае нельзя одалживать друг другу, занимать деньги. Ни в коем случае нельзя никого подвозить, встречаться с кем-то в кафе и так далее. Ни в коем случае нельзя, ну, я не знаю. Ну, это вот все про нарушение границ. У меня, кстати, отдельное видео для этого всего есть, шикарно. Я хочу сейчас показать вам очень яркий-яркий случай такой, который покажет не просто ятрогению, а эту такую ятрогению в кубе вообще, которая произошла между психотерапевтом и ее пациенткой. Поскольку этот случай был довольно давно, мне сейчас хочется его вспомнить. Короче говоря, одна моя пациентка, ну, то есть одна моя клиентка, она проходила терапию у этой чудо-психологини. Чудо-психологини по-другому никак не могу назвать. Значит, что между ними такое было? Это чудо-психологини заставляло мою клиентку заниматься эскорт-услугами, разводить богатых мужиков и Доляну засылать ей. Доляна я не помню была какая, но в общей сложности моя клиентка купила этой психологини квартиру, купила ей машину, пополнила счет в банке, сделала ей каких-то кучу пластических операций. Их отношения длились довольно долго, ну, более чем 5 лет, более 5 лет. Все было вот в таком очень странном ключе. Более того, эта психологиня могла заявиться к моей клиентке ночью, начать ее бить ремнем, шваброй, палками и прочим, начать ее бить. Она могла заставить ее покупать ей продукты, сигарету, там, какое-то венцо, еще что-то, да, вот эта психологиня. То есть у них такие были очень БДСМные жесткие лесбийские отношения. Она ее била, та была у нее рабыней, а моя клиентка должна была намывать у нее полы, посуду, ухаживать за всем ее пространством везде, и вот лизать ей писулю, естественно. Вот тогда она этой психологине эту писулю нализывала, нализывала много-много лет, отстегивала за свою проституцию, доля, ну, в общем, это была такая ее мамочка. Как интересно. Можете себе представить? Вот та самая махровая ятрогиня. И моя клиентка в какой-то момент она почувствовала, что находится под очень сильным воздействием, под очень сильным влиянием. Та делала ей бесконечные какие-то внушения, да, что ты живешь на моей энергии, что как только ты от меня уйдешь, ты начнешь болеть, у тебя все рухнет, ничего не будет получаться. Поэтому пока мы вместе, мы сила, и ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И она никак не могла от нее отлепиться. Вот она просто попала как в бездну, она попала как в какую-то вот немыслимую секту, жуткую совершенно такую. Вот, пожалуйста, вам яркий пример, как... И она довела ее до состояния вот истощенности, что вот она уже как ветошь, у нее не было энергии у моей клиентки, она уже была полумертвая, она уже не могла говорить, она спивалась, да, уже какие-то наркотики начинала употреблять. То есть она превратилась просто в какую-то половую тряпочку. Вот до чего могут довести вот эти непрофессиональные отношения между клиентом и психотерапевтом. Вот такая вот яркая-яркая вам история. Совершенно уже книжку можно написать по поводу этой истории. Целый роман вообще. Но это уже ей надо писать, что ей пришлось пережить с этой мадам. Но меня впечатлило, признаться, это все очень впечатлило. Вообще, она даже с трудом верилась. Но это правда. Вот такой прикол. Это правда. Так что вот до такой степени все эти штуки проходят. Ну что у нас еще с вами? Так, это мы с вами обо всем уже поговорили, да, об этом. Так, переводить стрелки. Ну вот это я про эти ошибки психологов, да, сравнивать клиента с кем-то, там. А вот смотри, вот это вот лучше делает, а ты хуже. Сравнивать с собой и прочее. И опять же, вот я тут же оговорюсь, практически любой пункт какой-то можно показать совершенно с другой стороны. Например, сравнивать. Часто клиент говорит тебе, люди, обобщает, они не смотрят вот это. И я могу клиенту ответить, люди, я смотрю это. И привести пример, например, я это делаю. Понимаете, да? Для того, чтобы убрать вот это ошибочное осуждение. Вот он пытается обобщить, что люди, они это не делают. Или людям не нравится, ну, я не знаю, там, к примеру, маленькая грудь. Я могу сказать, а мне нравится маленькая грудь, да? То есть вот в данном случае. Или что еще? Или обвинять его. Вот момент обвинять его тоже может быть очень спорным. Обвинять. Он сейчас это так воспринимает? Или я все-таки его обвиняю? Тут может быть не очень понятно, да? Когда я даю обратную связь, я очень часто спрашиваю, какие у тебя чувства, да? И человек может сказать, ну, вот я чувствую свою какую-то виновность, что как будто ты меня сейчас в этом упрекнула, как будто ты меня обидела сейчас тем, как ты подытожила, тем, как я увидела. И очень трудно сказать, я действительно обидела, да? Давая свою обратную связь. Я как-то неделикатно, не подобрала те правильные слова. Или же клиент это слишком чувствительно воспринимает сейчас, мои слова, да? Может быть, он их так слышит. И у психолога есть такой очень ловкий маневр, что, да, это ты так слышишь, это твой выбор увидеть так, это вот угол твоего зрения. Поэтому это такие очень-очень тонкие вещи, которые, ну, что ли, не терпят какой-то однозначности. Понимаете? Так интересно. Я даже не знаю, что бы я могла, могу сказать, что, ну, за исключением жести вот этой, где она ее побивала, да, жесткий БДСН, вот это, ёбля там и так далее. Вот это вообще-то, конечно, это прямо трэш какой-то. Так, 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 так. Так, и вот тут тоже не очень понятно. Вот люди заключили, например, терапевт и клиент в свой психотерапевтический договор, и непонятно, вот тебе терапевт делает какие-то очевидные ошибки. Как ты можешь теперь этот договор расторгать? Или ты уверен, что это терапевтические ошибки, а не просто твои какие-то собственные переносы, собственные чувства и собственные психологические какие-то, да, защиты? Тоже. Вот это очень интересно. Ну ладно, котики. Ладно, котики. Потому что, например, там выпьем чаю, в каких-то кабинетах стоит этот чай-кофе, и вот терапевт с клиентом этот чай пьет. Ну кто-то так делает. Например, ко мне приходят клиенты в нетрезвом виде, я их принимаю. И очень часто, например, он говорит, Вероника, можно... У меня там один был игрок, этот самый, как его, лудоманчик у меня, хороший мальчик такой был. Вспоминаю. Вероника, можно я приду к тебе в нетрезвом виде завтра? Вот я напьюсь в говно и приду. Потому что я хочу, чтобы ты увидела меня другим. Я говорю, хорошо, мне будет вообще дико интересно посмотреть, какой ты будешь в говно. И это было удивительное. Это была удивительная терапия с ним. Это были удивительные какие-то инсайты. Это были какие-то удивительные инсайты и его, и мои. Это была фантастика. В первый день пришел такой задротик напряженный весь, такой правильный какой-то дурик, мальчик такой. И тут я слева боялся сказать. Думаю, господи, бодить ты мой. И вот он мне говорит, можно я напьюсь? Я хочу, чтобы ты другого у меня увидела. Я ему говорю, ну конечно, конечно, давай нажирайся, говно. И он приходит, все, мы с ним встречаемся на следующую нашу скайп-сессию, и он сидит, голый, в халате в белом, в какой-то дорогущей бане, которую он арендовывает и бабками зашвыривает, там всем в рот, в жопу эти деньги вставляет, его обслуживают, кружат. Вот он нажрался этого вискаря, там не знаю, сколько он три ведра выпил этого вискаря, и он сидел. Но удивительным образом люди, которые испытывают очень сильное телесное напряжение, они с трудом с трудом пьянеют. И вот он мог выпить дикое количество крепких напитков и оставаться при этом совершенно нормально. И вот столько в нем проснулось какой-то, ой, да не было вот так, вот как-то, нет. Столько проснулось в нем какой-то харизмы, мужественности, брутальности, смелости. Он стал такой интересный. У него глаза стали такие острые, проницательные, да. И вот он говорит, я вот в этом состоянии очень хорошо слышу вселенную, я слышу и чувствую людей, мне так в этом состоянии и хорошо. На самом деле он и есть вот такой. Просто благодаря психотерапии он должен прийти вот в это, его нормальное состояние. Как интересно, правда? Вот, и вот он сидел, ну и он не такой сидел, он сидел расслабленный. Вот. Он очень расслабился. Он очень расслабился. И вот он стал там как-то пытаться со мной заигрывать, все. Я хочу с тобой познакомиться поглубже. Я говорю, я его спрашиваю, насколько поглубже ты хочешь со мной познакомиться? Ну, поглубже, поглубже. И вот уже в дальнейшем потом он опять пришел трезво, мы с ним выясняли, каким интересным он был, в чем мы увидели разницу. Поэтому терапевты, которые меня сейчас слушают, вот смотрите, был такой очень интересный эксперимент, суперэксперимент, да, где мы разбирали его, вот новые грани какие-то, в его личности, какой он на самом деле, когда он расслабляется, да, насколько он прекрасный, насколько он мужественный, как много всего интересного в нем оказывается есть. А разве я бы узнала об этом? Не увидите его, я вот в этом состоянии. Поэтому будьте в этом плане более гибкими. Хотя это абсолютное нарушение вообще правил терапии, понимаете? Ну, я очень смелый психолог, я совершенно не похожа ни на кого из своих коллег, поэтому, ну, вы уже в этом убедились, боже мой. Мне некоторые психологи не пишут, не позорьте нашу специальность, уйдите, не позорьте нашу специальность. Переживают очень, видимо, сколько я зарабатываю, переживают. Так, вместо того, чтобы дружить со мной, вот мои все подруги, которые со мной учились, да лучше бы сейчас со мной все дружили радостно, они пытались как-то злиться. Сегодня все дружили, я бы раздарила такое количество клиентов по 5-10 тысяч рублей, просто шквал. У них бы очередь была бы на 25 лет вперед у моих психологов расписана. Вот, глупые какие. Они там что-то встали в какую-то оборонительную позицию, не хотят дружить со мной. Ну ладно, мои котики, все, я вас целую, обнимаю, я вас жду, хочу вам напомнить, что у меня марафон. Все, мы встречаемся с вами когда 4 мая, осталось уже совсем немножко дней. Для того, чтобы на него записаться, да, женско-мужские отношения, мы с вами будем абсолютно копать все темы, которые там только есть, всю самую суть с вами смотреть будем. Я вас жду на эти 5 дней, да, с 4 мая, понедельник, вторник, средний, четверг, пятница. Мы будем встречаться с вами 20.00 каждый день на часик и говорить вот все самое сочное, самое важное. Вы будете задавать вопросы, я буду давать вам домашнее задание и чтобы туда попасть на мой марафон, нужно просто написать мне вот сюда, на мою главную страницу хочу на марафон. И я все расскажу, все, как это сделать. Стоит 5000 рублей. Все. Все, целую вас, обнимаю и мой Коленька принес курочку-гриль. Представляете, как сейчас мне будет вкусненько. Да, пупсик? Да? Ну, скажи. Да. Продолжение следует...